Разрешённая скорость здесь 90 км в час. Вы можете видеть, где пешеходный переход, он их сбил на полосе встречного движения. И вот там, где цветы стоят, до туда протащил маленького моего. Раньше знака 70 км в час здесь не было. И водители ехали со скоростью 90-100 км в час. Как бы вот этот страх уже на всю жизнь останется. Раньше так не боялась. Какой русский не любит быстрой езды? Вообще должен стоять заранее знак о приближении пешеходного перехода. Его нет. Так же и наверху его не было раньше. Посёлок находится в горах. Здесь постоянно утром туман. Ограниченная видимость. Плюс скоростной режим. И всё это и приводит к ДТП. Опустошёнными глазами она смотрит на несущиеся по трассе грузовики. Страшная трагедия в Верхнесадовом произошла 20 октября. На этом пешеходном переходе цементовоз сбил и её сыновей, идущих в школу. Максим сказал, что он остановился перед пешеходным переходом. А водитель ему сигналит автобуса, что переходите. Он говорит, я показываю, что мы не будем переходить. Он говорит, всё равно сигналит. Он говорит, я сделал три шага, потом повернул голову и увидел уже вот так вот автомобиль. Почувствовал удар, потерял сознание, очнулся на дороге. Он сам с переломом бедра перелез через ограждение. И плакал, говорит, мама, я не смог к Антошке подойти, у меня сил не хватило. На самом деле, слава богу, что он не смог к нему подойти. Потому что то, что эта машина сделала с моим ребенком, я и так никому не желаю такое увидеть. Она продолжает жить, потому что надо работать и поднимать детей. У Анастасии Кареловой их осталось шестеро. Сейчас закончатся каникулы, и они пойдут в школу. Вот по этому пешеходному переходу, где погиб их брат. Со дня трагедии прошло две недели. За это время здесь обновили разметку, вкрутили лампочку в фонарь, ограничили скоростной режим. А в общем, сделали то, о чем просили жители села Верхнесадовое с 2014 года. Ведь этой трагедии могло бы и не быть. Мы хотим обратиться и напомнить еще всем чиновникам, кто получил вот такие письма, поднять эти письма и отреагировать на них. Потому что эта трасса, хотя все говорят, что она федеральная, но мы хотим напомнить, через эту федеральную трассу проходит населенный фонд. Здесь рядом детская школа, садики. То есть мой сын отдал жизнь, получается, потерял ее, да, из-за того, что большие дяди вовремя не подсуетились. Установленные перед пешеходным переходом три шумовые полосы были демонтированы на следующий день. А установленная камера, видно, не работает, потому что не останавливает водителей от быстрой езды, говорит Анастасия. Создается впечатление, что общая ситуация на дорогах нашего города и Крыма всего, это в первую очередь безнаказанность. Слишком маленькие штрафы, камеры, которые не работают, которые не охватывают все опасные, аварийно-опасные участки. Те, кто права купил, или кто считает, что он может себе позволить заплатить пару штрафов со скидкой в 50%, те, естественно, соблюдать право не будут. По мнению Анастасии, только надземный пешеходный переход может уберечь детей поселка от беды. С этим согласны и водители. Надо устанавливать шумовые полосы перед въездом в поселок для привлечения внимания водителя, знак внимания, аварийно-опасная зона. И, конечно, желательно устанавливать навесной пешеходный переход. Потому что трассы федерального значения, скорости большие, ездят как легковые, так и крупногабаритные автомобили. После трагедии письмо в правительство Севастополя написали жители соседнего села Пироговка с просьбой установить рядом с остановочным комплексом пешеходный переход и лежачего полицейского. А мы продолжили свой путь в город. По мнению нашего водителя, дорожная ситуация здесь улучшилась после установки безопасных переходов и грамотно установленных предупреждающих знаков, чего не хватает в сельской зоне. Подъезжаем к остановке «Юность». Здесь был перенесен пешеходный переход с целью безопасности перехода. Но пешеходы периодически перебегают по-старому. На выезде из города встали в пробку. У нас просто очень много машин для нашего города. Наши дороги не рассчитаны под такое количество машин. В районе пятого километра Балаклавского шоссе с целью безопасности движения был также перенесен пешеходный переход. По мнению водителей, чтобы не образовывалась пробка, здесь необходимо установить светофор. Здесь постоянное движение пешеходов. Час пик или в рабочий день рынка. Очень сложное движение. Знаменитая арка. Въезд в город через проспект Победы. 15 марта 2016 года водитель внедорожника на большой скорости сбил двух подростков. Раньше это был довольно опасный участок. Но сейчас установили здесь три камеры, фиксирующие скорость. И водители, естественно, не превышают скорость. И процент ДТП, конечно, здесь снизился. Получается, дорожная ситуация в нашем городе улучшается ценой жизни детей. Новые дорожные знаки теперь как памятники, напоминающие трагедии. Анастасия Карелова будет добиваться строительства надземного пешеходного перехода, чтобы уберечь от трагедии других детей. В память о сыне Антошке. Наше правительство своим бездействием просто не оставило мне выбора. У меня растут еще мальчишки. Не только у меня. У нас много детей на улице. Считаю, что я обязана приложить все усилия, для того, чтобы ситуация непосредственно на этом перекрестке изменилась. Очередной официальный запрос об интервью с главным инспектором города нами направлен в Управление МВД России по Севастополю. С ответом вас ознакомим в следующих материалах. Маргарита Кровнина, Дмитрий Фомин, Олег Сорокин, Севинформбюро. Субтитры создавал DimaTorzok